Доброе утро! Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на телеканале Беларусь4. Это утреннее эспрессо. Доброе утро, друзья! В студии прямого эфира сегодня Екатерина Нечапорок и Никита Донсков. Присоединяйтесь к нашей компании. Мы приготовили насыщенный информационный завтрак. Да, сегодня общаемся с интересными людьми, получаем много полезной и интересной информации и улыбаемся новому дню. А сейчас короткий анонс. Оставайтесь с нами. Сегодня в утреннем эспрессо. Узнаем, как можно помочь оставшимся на зимовку в Бресте перелетным птицам. Разыграем билеты на концерт «Классика вам на здоровье», где вы точно узнаете, чем музыка полезна и как может повлиять на состояние организма. Освоим приготовление двух оригинальных блюд всего из пяти ингредиентов. На календаре 18 февраля четверг. Сегодня утром в Бресте было минус 14. Достаточно холодно, друзья. Но долгосрочные прогнозы обещают нам то, что буквально несколько дней осталось морозных и далее к нам придет потепление. Остается лишь надеяться, что этим прогнозам можно верить. Конечно же, этим прогнозам можно верить и нужно верить. А именно сейчас каким прогнозам будем верить, узнаем прямо сейчас. Гро-при-на-син Гро-при-на-син При ослабленном иммунитете и частых инфекциях. Гро-при-на-син поддерживает иммунную систему в борьбе с вирусами. Гро-при-на-син для поддержки иммунитета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доброе утро, город Тружан. Город Леховичев. Доброе утро. Город Ивасович. Доброе утро. Город Столин. Доброе утро. Любимый Брест. Доброе утро. Доброе утро всей Брестской области. Желает программа «Утренний эспрессо». Друзья, просыпайтесь вместе с телеканалом «Беларусь-4 Брест». Мы напоминаем наш номер в Абере – 821-5555. Не случайно напоминаем этот номер, потому что прямо сейчас расскажем вам об условиях нашего сегодняшнего розыгрыша. И колюш нам синоптики прогнозируют скорое потепление. Хотелось бы немножко задержать зиму. Для этого мы с вами сегодня будем рассматривать и, я надеюсь, получать позитивные эмоции от оригинальных фотографий ваших питомцев в зимний период. Да, именно так, дорогие телезрители. Пожалуйста, присылайте на наш студийный в Абер – 821-5555 – до трех интересных, а самое главное – оригинальных фотографий ваших питомцев, которые связаны с зимой. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Ждем ваши фото и самая оригинальная фотография своему создателю подарят возможность ходить на интересный концерт. Пригласительный билет на две персоны на концерт, который называется «Классика вам на здоровье». Он пройдет 19 февраля в 18.30 в филармонии. Друзья, на концерте вы узнаете интересные факты о воздействии музыки на здоровье, образ жизни, мышления на эмоциональное состояние и настроение. Ну а почувствовать благотворное гармонизирующее влияние звуков поможет специально составленная из произведений классической музыки программа под названием «Классика вам на здоровье». Для вас прозвучат произведения Баха, Людвиха ван Бетховена, Штрауса, а также многих других композиторов в исполнении камерного оркестра. Что ж, все очень просто. От вас мы ждем фотографии, конечно же, с комментариями. Будет любопытно и уверены, что такие фото поднимут настроение с утра пораньше. Прямо сейчас нас ждет лунный календарь. Очень скоро вернемся в студию прямого эфира. Фаза луны – первая четверть и луна растущая. Символ для костер. День любви и прощения – это время, которое дается на обретение внутренней гармонии. Лучше провести его наедине с собой. Эмоции берут верх над рассудком. Пробуждается желание преувеличить свои способности. Не следует перенапрягаться. Показана соковая диета. Окружите себя только самыми близкими и понимающими людьми. С назойливыми лучше не общаться. Люди, рожденные в этот день лунного цикла, предпочитают скрытые действия открытому бою. Пассивность противопоказана. Не бойтесь потратить много времени на решение какой-либо проблемы. Не реагируйте на провокации. Не стоит кардинално менять свою жизнь в эти сутки. Лучше заняться планированием. Плохой знак – рыба во сне. Доброе утро еще раз. Друзья, если вы сейчас завтракаете в нашей компании, приятного аппетита. Мы продолжаем учиться готовить оригинальные блюда для того, чтобы удивить всю семью. И буквально через считанные минуты будем учиться готовить индейку в мешочке с тыквой и шалфеем. Но прежде чем приступить к изучению этого рецепта, предлагаем узнать несколько любопытных фактов непосредственно об этой пряности. Да, именно так. Шалфей, дорогие телезрители, это растение, которое давно и достаточно широко применяется в народной медицине. Растению присущи ярко выраженные, противовоспалительные, антимикробные и общеукрепляющие вещества. Шалфей – хороший стимулятор иммунитета. Кроме того, он улучшает память, усиливает внимание, увеличивает работоспособность. Здесь свежие листочки применяются в приготовлении натуральной косметики, а из сушеных создают лекарства и кулинарные шедевры. Пряность особо популярна на кухнях Греции, Италии, а также Балканского полуострова. Для употребления в пищу используют шалфей лекарственный. Сильный пряный острый аромат растений привлекает, а слегка ввяжущий вкус пробуждает аппетит. Такие качества отлично подходят для приготовления различных оригинальных блюд. Пряность идеально себя проявляет в паре с мясом. Еще такой очень интересный совет – лучше добавить пряность на последнем этапе приготовления блюда. И эксперты подчеркивают, что нужно это делать совсем в малых количествах, друзья. В середине февраля отмечается любопытный праздник, посвященный одному из открытий, которое было сделано более 200 лет назад, но плодами которого мы пользуемся до сих пор. Да, именно так. 18 февраля 1745 года родился итальянский ученый-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта. Имя его прочно вошло в мир науки и стало наименованием единицы измерения электрического напряжения – Вольт. Часть его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современной батарейки. Именно это открытие было совершено в 1800 году. Со временем изобретение итальянского физика получило огромное распространение, ну а на сегодняшний день батареи и аккумуляторы играют очень заметную роль в жизни человека. Это и стало поводом к учреждению праздника, именуемого Днем Батарейки, отмечаемого ежегодно именно 18 февраля в день рождения ученого, друзья. Что ж, какими еще интересными событиями день этот отмечен в истории, узнаем прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Сегодня 18 февраля, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1898 году родился Энсо Феррари, итальянский конструктор, создатель одноименной марки автомобилей. Он соединил четыре составляющие – красоту спортивной машины, характеристики и адреналин Формулы-1, роскошь Роллс-Ройса и недосягаемость в цене. В 1895-м родился Семен Тимошенко, маршал Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны Тимошенко был председателем ставки главного командования, командующим войсками фронтов. После войны активно участвовал в работе по изучению и обобщению опыта Второй мировой. В 1911-м впервые была осуществлена доставка почты самолетом. Первый такой официальный рейс состоялся в Индии из Аллахабада до Найни, во время которого Анри Пике перевез 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток на расстоянии 13 километров. 18 февраля 1930 года американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон. Ее имя в ходе конкурса первой предложила 11-летняя Венеция Берни из Оксфорда. 24 августа 2006 года астрономы лишили Плутон статуса планеты Солнечной системы. Теперь он карликовая планета. В этот день в 1960-м биатлон вернулся на Олимпиаду. Его прародителем считаются соревнования военных патрулей. В программу игр их включили в 1924 году. Но после Второй мировой войны из-за усиления пацифистских настроений биатлон был исключен из олимпийских дисциплин на долгие годы. В Брестской области 18 и 19 февраля пройдет три электронные ярмарки-вакансии. Сегодня электронная ярмарка-вакансии состоится в Ивановском районе. Для участия в ней приглашены местные предприятия и организации. Возможно, также присоединятся компании из других регионов. Ознакомиться с предложенными вакансиями соискатели могут с 10.00 до 12.00 на сайте, который вы видите в данный момент на своих экранах. Специалисты кадровой службы ответят на вопросы соискателей, расскажут об условиях труда, предложат пройти собеседование в чате. В этот же день с 10 до 11.00 электронную ярмарку-вакансии организуют в Барановичах. Завтра к акции присоединится Барановичский район. В Брестской области в минувшем 2020 году организовали 57 ярмарок-вакансий. Из них 20 были электронными. Ну а в этом году в онлайн-формате планируют провести около 50 ярмарок-вакансий. По данным на 1 февраля в Брестской области насчитывается более 8,5 тысяч свободных рабочих мест. Что ж, наверняка региональные СМИ напишут о результатах проведения данных ярмарок. О чем пишут газеты «Регионы» сегодня, узнаем прямо сейчас. На днях свое 75-летие отметил актер Брестского академического театра драмы Николай Маршин. Он служит сцене уже 50 лет, 30 из которых прошли в стенах Брестского драматического театра. Два десятилетия посвятил театрам России и Молдовы. В его актерской копилке 150 ролей, 13 из них в кинофильмах. В настоящее время актер занят в семи спектаклях. Встреча с корреспондентом Брестского вестника прошла в гримерке юбиляра. В стенах детской городской библиотеки состоялось знакомство со столичной писательницей Надеей Ясминской. Юных читателей ожидали мастер-класс по приготовлению волшебного зелья и, конечно же, встреча с новой книгой «Косматое сердце». Познакомиться с белорусской писательницей смогут и читатели Брестского вестника. Для Международного благотворительного общественного объединения «София» оказание гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, дело привычное. За более чем 20 лет своего существования организация реализован не один проект, направленный на оказание помощи пожилым, малоимущим людям, инвалидам и другим уязвимым категориям населения. Не обошла стороной «София» и прибужье. Кому протянули руку помощи, вы узнаете из очередного номера «Зари над Богом». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы утреннего эспрессо. Более 1700 несанкционированных свалок выявили в Брестской области в минувшем году. Сейчас, в зимний период, когда снег покрывает значительную территорию населенных пунктов, их не видно, но уже очень скоро ситуация изменится. Но уже с приходом весны и оттепелью проблема, как говорится, всплывет наружу. Несанкционированные свалки отправилась искать Вероника Янковец. Копай, не копай, но это как искать иголку среди сена. Пожалуй, пляж на набережной – это одно из наиболее любимых мест отдыха у Брещан. Но иногда после этого здесь остаются, к примеру, пластиковые бутылки или прочие бытовые отходы. Для того, чтобы убедиться в их наличии или отсутствии на данный момент, нам пришлось бы вручную убрать снег со всего пляжа. Но природа это сделает гораздо лучше нас. Под снежной шапкой территория пляжа практически идеальна. Да и летом здесь тоже красиво. Горожане любят этот уголок Бреста, правда, далеко не всегда после своего отдыха покидают чистую его территорию. Брестская студентка Яна Романко это подтверждает. Летом вместе с друзьями они проводили здесь экологическую акцию. Мы купили по 50 литров мусорные мешки и выносили их тремя рейдами. Было очень много мешков. Особенно в воде очень много мусора, бутылок. Когда мы убирали, мы встретили компанию, которая последовала нашему примеру и выпросила мусор не в воду, а в наши мешки. К тому, что после схода снежного покрова могут открыться неприятные сюрпризы в виде несанкционированных свалок бытовых отходов, коммунальные службы готовы. В Бресте так называемых больных точек порядка пяти. Преимущественно на городских пустырях и в лесопарковой зоне. В основном обнаруживаются строительные отходы. Это вот буквально самосвалами привозят. Это бой кирпича, обои, остатки ДВП, ПВХ. И это еще нам приходится сортировать для того, чтобы правильно это все потом утилизировать и захоронить. Для борьбы с несанкционированными свалками городские коммунальные службы устанавливают фотоловушки, по которым можно выявить нарушителя. Таким же образом действуют и сотрудники лесного хозяйства. Говорят, что чаще всего в лесу бытовые отходы выврасывают вблизи садовых товариществ или деревень. И опять-таки преимущественно это строительный мусор. Фотоловушка означена инфокрасным датчиком движения, самой камерой и инфокрасным вспышкой. При движении фотоловушка начинает либо снимать, делать фотографию, либо же записывать видео. В процессе, когда она записывает, либо сняла фотографию, фотография, либо видеозапись, отправляется лесничему на телефон. И фотография также отправляется на электронную почту в лесхоз. Выявляем личность, выявляем машину, если была зафиксирована. Ну и уже в ходе этого действуем согласно обеспечивному кодексу. Кстати, героями фотоловушек становятся не только нарушители экологического порядка. В объектив попал и единственный медведь, живущий в Беловежской пуще. Для того, чтобы таких позитивных кадров было все-таки больше, а лес и город оставались чистыми и комфортными, необходимо правильно обращаться с отходами и не создавать несанкционированные свалки. Дорогие телезрители, а мы возвращаемся в студию «Утреннего эспрессо». У нас прямой эфир. Хотелось бы напомнить, что 20 февраля состоится зимний спортивный праздник «Брестская лыжня-2021». Место проведения – Брестский грибной канал. Спортивный праздник проводится в два этапа. Первым этапом было массовое соревнование по лыжному спорту внутри коллективов. Проходили эти соревнования с 18 января по 19 февраля. Вот еще буквально пару дней осталось. Ну а второй этап пройдет с 20 февраля 2021 года. Брестский грибной канал. Городской спортивный праздник «Брестская лыжня-2021». В спортивном празднике примут участие работники управления, отделов горосполкома и городских организаций. Всегда зрелищным становится эстафета на дистанцию 5,5 километров. Поболеть за участников соревнований можно в ближайшую субботу. Что ж, друзья, отличный вариант зимнего вида спорта. Присоединяйтесь и вы к этому спортивному празднику. Ну а прямо сейчас можно, не выходя из дома, привести свое тело в тонус, потому что у нас в эфире утреннего СПРСФ как раз-таки фитнес-минутка. Доброе утро! Вы готовы сегодня поработать с балансом? Надеюсь, что да. Итак, мы начинаем. Посмотрите внимательно на положение ног. Одна нога у вас смотрит носочком вперед, другая носочком в сторону. Та нога, которая будет смотреть носочком вперед, будет опорная. Вытягиваемся одной рукой вниз, другой вверх. И скользим по ноге. Таз немного смещается в сторону. Возвращаемся. И опускаемся в наклон. Вот здесь вам. И пригодится ваше равновесие и баланс. Проверка баланса. Один. Наклон. Два. Не спешите. Три. Четыре. Стоим. Вытягиваем обе ручки вперед. Тянемся ногой назад и держим баланс. Есть. Очень хорошо. Поднимаемся вверх. Попробуем с другой ноги. Носок в сторону. Носок вперед. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. И последний повтор. Стоим. Затягиваемся руками вперед. Ногой назад. Спинка прямая. Получилось? Очень хорошо. Поднимаемся. Прекрасно. Сейчас мы сделаем еще одно упражнение на баланс. Смотрите внимательно. Мы стоим, вытягиваем руки. Или даже попробуйте продеть, как будто бы руки в перчатке. Опора на одну ногу. Вторую выпрямляем. И вытягиваем ногу вперед. Возвращаем. Здесь очень хорошо работает ваша опорная нога. И прекрасная нагрузка ощущается для квадрицепса бедра. Еще четыре. Три. Два. Один. Отводим ногу в сторону. И пробуем сделать то же самое. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Держите баланс. Четыре. Три. Два. Один. Прекрасно. Возвращаем. Вдох. Успокойтесь в свое дыхание. Выдох. И проделаем то же самое для другой ноги. Вытягиваемся. Поднимаем колено. Держим баланс. Работаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Нога в сторону. И продолжаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Возвращаем колено. И опускаем ногу. Вдох. Выдох. Хорошего вам дня и душевного равновесия. Гро-при-на-син. Гро-при-на-син. При ослабленном иммунитете и частых инфекциях. Гро-при-на-син поддерживает иммунную систему в борьбе с вирусами. Гро-при-на-син. Для поддержки иммунитета. Гро-при-на-син. 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 Субтитры подогнал «Симон» Особенно сложно переживать морозный период нашим пернатым. Именно поэтому сейчас активно ведется подкормка и остаются в стороне природоохранные организации. Сотрудники городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды регулярно водоплавающим привозят специальный корм. Поддержать птиц отправились и наши корреспонденты. Около 700 птиц остались на зимовку на незамерозающем участке реки Муховец в областном центре. В сильные морозы, когда им трудно добыть себе корм, на помощь приходят неравнодушные люди. Когда я работал до пенсии, у меня была забота. Ушел на пенсию, взял себе заботу. Вот, этот хлеб подсвел и собираю, и отношу лебедям, уткам. Это моя забота такая. Они знают меня, любят меня. Дома рядышком живем, практически каждый день выходим покормить. Что приносит речку? Ну, если это водоплавающие, то стараемся что-то такое, крупу отварить какую-то. А если воробьи, синички, то обычный хлеб, какие-то крошки, пшено. Ну, что дома находится, то и берем с собой. Их даже с рук берут. И лебеди, и голуби. У меня ребенок в восторге, когда его голуби облепят с ног до головы. Поэтому достаточно ручные птицы, мне кажется, они уже привыкли к тому, что их все кормят. Поэтому, ну, нам за радость, и птицам хорошо. Но, творя добро, необходимо помнить и об основных правилах кормления птиц. Чаще всего жители и гости города Бреста приходят сюда на набережную, чтобы откормить птиц, которые стали зимовать вот таким угощением, белым хлебом. Но мало из них кто знает, что такое угощение птицам далеко не полезно. С заступлением холодов помогают птицы специалисты, сотрудники городской района инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они постоянно привозят к реке несколько мешков с зерном. Как ударили холода, вода закрылась льдом, в принципе, начали мы подкармливать птицу. Это уже мы подкармливаем вторую неделю. Если еще первые дни, чтобы мы подкармливали на данной территории возле моста по бульвару космонавтов, по бульвару Шевченко, было в пределах 80 особей лебедей, где-то 300 кряквы, утки, то на данный момент, по предварительному подсчету, где-то 155 лебедей и около 500 особей утки. Зерно любезно представляет открытое акционерное общество «Брест. Хлебопродукт». Мы всегда участвуем в таких мероприятиях в помощи животным. Как сейчас, допустим, лебеди – это неотъемлемая часть нашей набережной. Люди ходят на набережную с детьми, гуляют, подкармливают животных. Ну, это неотъемлемая часть нашего Бреста. Поэтому в такую суровую погоду надо помогать. С точки зрения орнитологов, такие ситуации с зимующими птицами не очень типичны и правильны. Они не должны оставаться на зимовку в наших краях. Но, тем не менее, зимуют, и о них нужно позаботиться. Пока фактов гибели птиц не зафиксировано. Если специалисты будут видеть, что им требуется не только подкормка, примут необходимые меры. Братьям нашим меньшим посвящена тема дня сегодняшнего. Просим мы вас присылать фотографии вашего питомца в зимний период. И уже есть первые фото у нас на нашем номере в Вайбере 821-5555. Спасибо нашей телезрительнице Ане, которая пишет. Доброе утречко! Наш питомец Стэн очень любит зиму, играет со снежками. Это его любимая зимняя забава. Но к зиме он готов. Зимние головные уборы делают его еще более привлекательным. Сложно с вами поспорить. Спасибо большое. Фото вызывают улыбки. Именно таких фотографий, друзья, мы ждем сегодня, для того, чтобы дать вам возможность выиграть наш подарок. А что же будет подарком? Подарком является пригласительный билет на две персоны на концерт классиковом на здоровье. Пройдет он 19 февраля в 18.30 в гостиной филармонии. На концерте вы узнаете интересные факты о воздействии музыки на здоровье, образ жизни и мышления на эмоциональное состояние настроения. Да, почувствовать благотворное гармонизирующее влияние звуков поможет специально составленная из произведений классической музыки программа под названием «Классиковом на здоровье». Для вас прозвучат произведения Баха, Бетховена, Штрауса и других композиторов в исполнении камерного оркестра. Все очень просто. Хотите выиграть пригласительный билет на две персоны, присылайте нам фотографии. Номер вайбере вы знаете, 821-5555. Тема дня сегодняшнего «Ваш питомец в зимний период». Мы продолжим делиться с вами интересными фактами. Говорили о здоровье, о музыке, как варианте влияния на свое эмоциональное состояние. Еще один вариант влияния на эмоциональное состояние – это правильно выбранное хобби. А все потому, что в наше время, когда стрессу подвержены даже дети, психологи подчеркивают это очень и очень важно. Например, на подъеме своей популярности находится вышивание. Да-да, именно так, дорогие телезрители. Причем дружат с иголкой и ниткой представители разных социальных слоев и обоих полов. Это замечательный способ украсить наш быт, но главное, что отмечают психологи – вышивание способствует улучшению внимательности. А еще оно успокаивает нервную систему, что в свою очередь предупреждает развитие стрессовых ситуаций. Более того, вышивание еще и лечит. Оно может нормализовать работу практически всех систем организма, а все потому, что на поверхности наших ладоней находятся активные точки, которые отвечают за различные органы и системы человека. Занимаясь вышиванием, мы все действия производим руками. А значит, сами того не замечая, стимулируем работу нашего организма. Если же вышивание – это все-таки не для вас, то есть еще один вариант хобби, который активно пропагандирует Кирилл Кветко. Он настолько интересно рассказывает о растениях, что волей-неволей задумываешься, а не стоит ли у себя тоже на подоконнике вырастить какой-нибудь интересный вариант. Друзья, если у вас есть вопросы относительно ухода за растениями, вы можете задавать их нашему эксперту. Наш номер в Вайбере – 821-5555. Отправляйте свой вопрос с пометкой в рубрику «Совет от Кветки». И Кирилл обязательно ответит, а мы покажем сюжет на эту тему. Всем доброе утро! С вами Кирилл Кветко, и сегодня я вам расскажу, как за пять дней вырастить такую шикарную, а самое главное – очень полезную микрозелень. Для этого не нужно больших площадей и специальных условий. Не придется долго ждать урожая и заботиться о его хранении. Достаточно выделить немного места на подоконнике, купить семена и найти емкость с подходящим субстратом. Именно у меня в руках крес-салат. По вкусу напоминает, что это среднее между горчицей и редькой. Но помимо его я еще выращивал и амарант. Даже сам не представлял, что такой цветочек красивенный, который, уверен, многие знают, можно выращивать как микрозелень для получения многих полезных веществ. Эта редиска по вкусу в точь-точь как клубни. Только нужно употреблять именно верхнюю часть. А это у нас рукола. Микрогрин можно вырастить в обычном грунте. Да что там, подойдет даже ткань, бумага или вата. Идеальный вариант – льняные коврики. Конечно, да, лучше использовать специальные сорта для этого. Но если не можете найти, обычные для выращивания в случае редиски корнеплодов тоже подойдут. Самое главное – не допускать перерастания нашей рассады. В сроке 5-7 дней нужно ее срезать и кушать. Перед посевом коврик необходимо замочить. Главное преимущество материала – он долго удерживает влагу. И теперь поверхностно, равномерно мы рассыпаем семена. Именно у меня первые корешочки уже появились буквально на второй день. Тепло, влажность и свет – вот, пожалуй, все, что потребуется для микроогорода. Переросшие зеленые витамины можно высаживать в открытый грунт или теплицу. В конечном итоге у нас получается эко-продукция, потому что мы не используем никаких удобрений. В микрозелень можно добавлять салаты и бутерброды. А еще хорошо сочетается с рыбой и мясом. Республиканский смотр конкурса детского творчества «Здравствуй, мир» проходит сейчас в Беларуси. Воспитанники образцовой студии эстетического воспитания «Океан» участвуют в двух номинациях. В том числе об этом будем говорить сегодня. К нам присоединились наши гости. Александра Жиркевич и Валерий Султанов – руководители образцовой студии эстетического воспитания «Океан». Здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас так рано. У нас в студии прямого эфира. Для творческих людей ранний подъем – это тяжело? Тяжело. Тяжеловато. Но мы все-таки рады, что вы к нам присоединились. Хотелось бы сразу начать говорить о студии. По сути, она уникальна, потому что мы все знаем, что очень много существует различных направлений и студий. Дети занимаются вокальных, хореографических студиях, кружках. А вы каким-то образом смогли объединить три направления и очень гармонично развиваете детей во всех этих направлениях одновременно. Расскажите, пожалуйста, как у вас это получается? Было ли это сверхзадачей с самого начала создания студии? Вы знаете, студия появилась в 99-м году, и изначально она задумывалась, ну, как такой обыкновенный детский творческий коллектив. Она даже так и называлась – «Школа развития творческих способностей детей». Спустя некоторое время, когда уже был какой-то опыт наработан, репертуар наработан, вы знаете, мы поняли, что мы чего-то в жизни другого хотим, потому что на современном этапе уже было понятно, что эстрада не всегда… То есть, значит, из вокала получается, да? Аж такие достойные образцы нам показывает. И хотелось идти какой-то своей дорогой. А творческий опыт уже был, и можно было строить эту работу. И тогда как-то пришло осознание, что, знаете, мы немножко упускаем в нашей жизни такие важные моменты, например, ну, наверное, такие праздники празднуются в народе широко. Рождество, Пасха, у нас этого нету, да? А почему бы мы не могли в государственном учреждении это отмечать? Ну, и поскольку уже были заложены в студии направления пения, вокал, хореография, художественное слово, культура и техника речи, естественно, мы от них не стали отказываться и очень правильно сделали. Потому что вот такое сочетание направлений дальше дало нам возможность перейти к самому главному такому и масштабному моменту в нашем творчестве – это создание спектаклей. Потому что там есть и художественное слово, и актерское мастерство, и пение, и хореография там присутствует. И в дальнейшем вот появились наши такие крупные праздники – рождественские вечера, пасхальные встречи. Ну вот скажите, пожалуйста, вот многое же зависит от желания и таланта детей, да? Кто-то способен петь, а кто-то не способен. Кто-то боится сцены, а кто-то свободно себя чувствует на сцене. Как вы ведете работы с новыми ребятами? Вот, собственно говоря, когда они только начинают, когда они вот только-только приходят? Вы знаете, когда мы пришли к убеждению, что мы хотим заниматься духовно-нравственной работой, духовно-нравственным воспитанием, тут мы поняли, что каждый ребенок имеет право быть воспитанным именно в этом направлении. Неважно, будет он певцом, будет ли он танцором, актером. Поэтому в студию дети стали без отбора к нам приходить. И учитывая наш такой огромный уже педагогический опыт, мы с Валерием Владимировичем вот убеждены наверняка, что вообще-то бездарных детей нету. Просто деткам надо на определенном этапе помочь. Понимаете? Как проходит вот это становление? Детки занимаются с 6 до 18 лет, такой действительно большой период жизни. Кто-то занимается первый год, кто-то уже 10 лет посещает студии, развивается во всех направлениях. От чего зависит вот это взаимодействие? Как вы работаете с детьми для того, чтобы увидеть, куда его все-таки больше направить? В театральное направление? Или же он будет только танцевать? Вот расскажите немножко об этом. Вы знаете, у нас нет такой вот узкой направленности, да? Поэтому у нас идет студийная форма работы. У нас дети и поют, и танцуют, и занимаются культурой, техникой речи, и актерским мастерством. То бишь получают полный комплекс. У кого-то получается лучше петь, у кого-то лучше танцевать, да? Кто-то лучше играет, у кого-то... И таким образом, это уже наша педагогическая задача, сделать так, чтобы ребенок на сцене чувствовал себя комфортно. Чтобы его ничего не смущало, чтобы ему не было сложно, не было проблематично выйти на сцену. Вот. Это раз. А во-вторых, даже если ребенок хуже танцует, это никак не влияет на его развитие. Потому что сейчас он хуже танцует, а через год он будет танцевать лучше. Потому что кто ничего не делает, у того, наверное, ничего не получается. А мы работаем. Получается, что дети могут заниматься на протяжении долгого времени. Нет у кого-то, что год позанимались, и все, до свидания. Если хочешь, можешь идти дальше и постоянно развиваться, правильно? Да. Поступательное развитие, да. У нас есть программа образовательная, значит, для младшего возраста, 6-9 лет. Потом среднее звено, 9-13, наверное. Старшее звено, 13-15. И вот пару лет тому назад мы разработали программу повышенного уровня. И она утверждена Министерством образования, рекомендована для использования в учреждениях образования и дополнительного воспитания. Повышенный уровень уже предусматривает получение свидетельства, аттестата, сертификата о том, что ребенок прошел обучение в студии. Какие преимущества данный сертификат дает ребенку? При прочих равных как бы всегда рассматривается, когда ребенок поступает в высшее учебное заведение или в среднее специальное учебное заведение. Имея такой сертификат, все-таки если при прочих равных, все-таки, наверное, какой-то плюс в этом есть, что ребенок развит, что у него есть сертификат о том, что он окончил обучение в студии «Океан», что он получил какие-то баллы на итоговом, это отражено в сертификате, вот, и, наверное, это дает дополнительный плюс. Но все дети, которые у нас выпустились, уже у нас был выпуск, повышенный уровень, дети получили сертификаты эти, вот. Вот, и сейчас все, кто учится, одна девочка у нас учится в Гродненском медицинском университете, мальчик учится в Брестском техническом университете, в педагогическом университете, все они участвуют в художественном самодеятельности, в художественном творчестве. Творчеством по жизни идут и дальше, это очень здорово. Но я понимаю, что это на начальном этапе, вот, переход от системы внешкольных учреждений к дополнительному образованию, это же не так давно случилось, вот это, в другой статус мы, наши учреждения перешли, и что вот это с сертификатами, со свидетельствами системы, которая сейчас вводится, это мы пока что на начальном этапе. И я думаю, коль мы учреждения дополнительного образования, со временем надо полагать, что это свидетельство будет иметь, ну, полноценную силу, так же, как свидетельство школы музыкальной или там, какого-то спортивной школы, то есть это еще система отрабатывается. А вот подскажите, пожалуйста, Ваша студия развивается на базе под крышей государственного учреждения. Какие плюсы это дает для Вас, и что в целом дает это Вашим ученикам? Вы знаете, мне кажется, что государственная система учреждения, она в первую очередь нам, как педагогам, дает стабильность. Мы уверены в том, что мы сегодня работаем, и у нас есть перспектива, дай Бог только, чтобы наших творческих способностей, запала творческого хватило как можно на дольше. Для детей это доступность образования, причем некоторые дети посещают не один там кружок или коллектив, а даже в нескольких получают развитие. Ну и вот относительно нашего молодежного центра, это учреждение областного уровня, это хорошая, конечно, база, замечательный концертный зал, такое техническое оснащение сейчас хорошее, и свет поменяли, и звук в зале хороший. Диодный экран поставили. Диодный экран поставили. И глаза у Вас горят, потому что Вы уже знаете, что со всем этим оборудованием делать, как развиваться дальше. Поэтому, Вы знаете, много бонусов. Два больших проекта, которые хорошо известны и в Бресте за его пределами, это рождественские вечера и пасхальные встречи с участием ведущих хоровых коллективов. Это Ваше детище, конечно же, это огромный труд. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы эти проекты, скажем так, какими-то ключевыми для работы студии? Возможно, это какие-то отчетные периоды для Ваших воспитанников. Расскажите подробнее об этом, пожалуйста. Вы знаете, что это действительно наши ключевые моменты, это лицо нашего коллектива. И когда мы пришли к выводу, что мы хотим работать в направлении духовно-нравственного воспитания детей, мы, естественно, посоветовались с нашим руководством из Управления образования и были поддержаны. И в 2006 году состоялось 10 мая наше первое пасхальное мероприятие, а 12, по-моему, мая на базе молодежного центра было подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением образования и Православной Церковью. То есть это уже юридически стало как бы обосновано совершенно. Так что вот так параллельно с Управлением образования строились наши планы. И, конечно, поскольку эта работа только начиналась, и мы в числе первых были, это было сложно. Надо было подумать о том, а где репертуар брать, потому что этого не было ничего, и начинали с нуля. Сейчас, конечно, богатый накоплен репертуар. И да, это лицо нашего коллектива, потому что таких праздников в республике я не знаю других коллективов. У нас есть сейчас возможность показать небольшой фрагмент нашим телезрителям. Мы скоро вернемся в студию прямого эфира. Продолжим разговор. Здравствуйте! С праздником, хозяюшка! С праздником! С праздником, гости дорогие! Проходите, с чем пожаловали? А вот послушай, хозяюшка! Нынче ангел к нам спустился и пропел. Христос родился! Мы пришли Христа прославить, а вас с праздником поздравить! Вот идем мы, пастухи! Прощены нам все грехи! К дому путь свой правит! Христос родился! Славим! Славим! Чудо и чудес завершилось здесь! Святый вечер! С Рождеством вас поздравляем! Святый вечер! Добрый вечер! Днесь родился в яслях наш Творец! Святый вечер! С Рождеством вас поздравляем! Святый вечер! Добрый вечер! Вы позвольте нам поколядовать! Святый вечер! Мира! Радость и желание! Святый вечер! Добрый вечер! Спасибо, Христослава, что радостно весь принесли в наш дом! А это вам угощение к праздничному столу! За привет, за угощение вы примите поздравления! Жить вам вместе лет до 200! Счастья вам до доброго здравия! Со Святым Рождеством Христовым! С Новым Годом! Возвращаемся в студию прямого эфира. Действительно, невозможно смотреть без улыбки. Такие детки молодцы. Ваша образцовая студия одна из первых, кто начал сотрудничество с епархией, правильно? Да. И духовному воспитанию делается очень серьезное внимание. Как получается подход найти в этом вопросе? Ведь далеко не каждый родитель, когда дает своего ребенка, допустим, в театральную студию или вокальную, думает о том, что он, по сути, еще и будет проводить работу в этом направлении. Как у вас получается это? Ну, во-первых, начнем с того, чтобы работать в этом направлении все не так просто. Потому что есть соответствующее постановление СовМИНА о формах и методах взаимодействия с религиозными организациями. И это значит, что когда родители приводят к нам своих деток, они сразу пишут соглашение с администрацией ЦМТ о том, что они ознакомлены с программой, что они хотят в этом направлении работать. То есть они уже знают, они будут целенаправлены. И дальше тогда мы имеем право в этом направлении работать. Я хочу сказать, что за годы работы в этом направлении мы поняли одно. И детям, и родителям это интересно и нужно. Дети с большим удовольствием поют и песни духовного содержания, и читают лирику духовного содержания. Спектакли у нас тоже в основном построены на теме духовного. Так скажем, в спектаклях мы раскрываем смысл и значение наших самых больших праздников. Рождества Христова и Пасхальный праздник. А в течение учебного года мы обязательно с детьми беседуем, рассказываем им о евангельских событиях, которые послужили основой для того или другого праздника. То есть готовим детей. Не можем не спросить. У нас на столе лежит вот этот вот сборник «Учись верить в чудо». Уникальный, по сути, материал, который подводит какой-то определенный итог до вашей работы. Вы делитесь своим опытом. Расскажите, кому этот сборник полезен, для кого вы его писали, и что могут почерпнуть педагоги из этого материала? Ну, этот сборник является обобщением нашего многолетнего опыта в этом направлении. Это первое. А в сборнике еще есть в конце вот приложены два диска с фонограммами «плюс» и «минус». Значит, обобщить опыт нашей работы – это как бы полезно для того, чтобы те люди хотят заниматься в этом направлении, хотя бы знали, на что мы опираемся, как мы эту работу строим и так далее. А из общения с нашими коллегами мы поняли, что многие хотели бы работать, но у них нет таких возможностей, как у нас, вот в плане записи фонограмм, хороших, качественных. Поэтому за эти годы столько материала накоплено, что мы сочли просто своим долгом поделиться с коллегами. И полезен он всем. Это и среднее учреждение образования средней школы, да? Это и учреждение дополнительного образования. Мы такими сборниками поделились и с руководителями хоровых коллективов в воскресных школах. Эти сборники уехали в Германию, в Польшу, Санкт-Петербург, Москва, в храмы этих государств. Так что применение им широкое. И, конечно, каждый родитель хотел бы это иметь, но фонограммы им дали, а вот уже сам сборник. Такой возможности пока нет. Скажите, пожалуйста, как можно стать вашим воспитанником? Мне, конечно, уже поздно, но для маленьких наших телезрителей было бы очень интересно. У нас нет отбора в коллектив. Мы уже об этом говорили. Кто приходит, каждый ребенок имеет право развиваться. А по поводу вас, я скажу, что у нас по законодательству в Центре молодежного творчества занимаются до 30 лет. Не успеваю. Поэтому можно приходить к нам, начиная с 6 лет, детки приходят без отбора. Если есть желание, научить можно любого ребенка и петь, и танцевать, и быть артистом в той или иной степени. Ну и зрителям же можно становиться. Как узнать информацию, когда проходят мероприятия, можно ли становиться свидетелями этих мероприятий, то есть, собственно, посещать концерты, как часто они проводятся. Делаете ли вы определенный акцент на этом? И нужно ли детям вообще, чтобы в зале были зрители, когда они выступают? Это очень важно. Это очень важно, чтобы в зале был зритель. Потому что сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой, когда проходил у нас рождественский праздник, было только 100 человек в зале. Но, тем не менее, мы праздник проводили. И это был, конечно, не тот эффект, когда полный аншлаг, когда зрителей полный зал. Но, понимаете, найти нашу информацию о наших представлениях всегда есть в средствах массовой информации, всегда на телевидении отдаётся информация, всегда на экранах возле Центра молодёжного творчества и на наших страничках в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. И, конечно, детям приятно, когда много людей. Мы очень надеемся, что ещё у нас очень много вопросов. Мы ещё не раз встретимся в этой студии. Желаем, конечно же, успехов ребятам, которые сейчас участвуют в этом республиканском конкурсе. О результатах хотелось бы тоже рассказать в программе «Утринний эспрессо». Спасибо вам большое за то, что... Результаты уже очень-очень скоро. Очень скоро. Когда будут подводиться? В марте, да? В марте уже будет финал в Минске, и мы надеемся на... Значит, уже в марте ждём в студии тревогого эфира. Желаем вам, конечно же, призовых мест. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, напоминаем, что сегодня у нас в гостях были руководители образцовой студии эстетического воспитания «Океан» Александра Жиркевич и Валерий Султанов. Мы же продолжаем наш эфир. Очень скоро вернёмся в студию. Овнам гороскоп советуют побороть в себе раздражительность. Если боитесь выглядеть нелепо в какой-то ситуации, лучше заранее продумайте свои действия. Тельцам нужно покопаться в себе, чтобы выяснить причину частых ссор с родными. К счастью, на работе неурядиц будет меньше, чем радости и успехов. Близнецам никто не помешает реализовать задуманное, успеть и сделать даже то, что мало интересовало. Вечером состоится малоприятная встреча с кем-то из прошлого. Раков с головой накроет одиночество. Отвлечься поможет встреча с друзьями. День завершится приятным событием. Львам следует спокойно реагировать на происходящее событие и постараться извлечь урок. Не принимайте всё так близко к сердцу. Никаких нервов не хватит. День рождения День рождения День рождения День рождения Предстоит реализовать крупный проект, после которого карьера резко пойдёт в гору. Звёзды не советуют жить надеждами, а сегодня и сейчас творить свою судьбу. Весы могут слегка запутаться в событиях этого суматошного дня. Постарайтесь скрыть неуверенность в собственных силах. Скорпионам нужно заниматься лишь теми делами, которые нельзя перенести на потом. Сегодня самое главное – сохранить эмоциональный баланс. Стрельцам будет сложно понять свои поступки, мечты и желания. Разобраться помогут, вероятнее всего, коллеги, но лишь ближе к вечеру. Козерогам следует упростить список первостепенных задач и избегать самовлюбленных людей. Есть смысл почаще прислушиваться к своей интуиции. Водолеям нельзя позволять, чтобы кто-то управлял их мыслями и поведением. Если начнется спор или конфликт, лучше занять позицию наблюдателя. У рыб может появиться новая цель. Гороскоп советует полагаться не только на волю счастливого случая, но и на свое трудолюбие. Любимый Брест, доброе утро! Город Пинк, доброе утро! Доброго ранка, Брест! Добрый просыпайтесь! Доброе утро, город Баранович! Родной Драгичин, доброе утро! Доброе утро, Брестская область! Родной Драгичин, доброе утро! Стоявшимися низкими температурами, толщина льда составляет более 20 сантиметров. Спасатели напоминают, что безопасным считается лед толщиной более 7 сантиметров. Но даже в этом случае необходимо убедиться в его прочности. Берегите себя и своих близких. Желаем вам никогда не попадать и не становиться участниками и жертвами чрезвычайных происшествий. Тему продолжит Юрий Печер в нашей постоянной рубрике «Зона безопасности». От случайности на дороге никто не застрахован. Один водитель нарушил правила, другой на секунду отвлекся от дорожной обстановки, не выбрал правильную дистанцию, да еще и погодные условия не самые комфортные и, как результат, ДТП. И сразу у участников аварии возникает законный вопрос, что делать и куда звонить. Алгоритм чаще всего один – ГАИ. Он правильный, но конфликт можно разрешить и другим способом – оформить европротокол, если пострадали только транспортные средства. Самое главное условие – это то, что в ДТП поучаствовали только два транспортных средства. Водители трезвы и имеют все необходимые документы на свои автомобили. Ущерб, который они сами должны оценить, не превышает сумму 800 евро. Кроме этого, у них нет разногласий, они сами определили, кто из них прав, а кто виноват в данном происшествии. Если все эти условия соблюдаются, тогда они могут заполнить извещение о ДТП. Потерпевшая сторона в течение пяти рабочих дней обращается в страховую службу либо свою, либо виновника ДТП, и тогда возмещается ущерб. Что такое европротокол, как оказалось, знают далеко не все водители. Да и те, кто знают о такой форме оформления ДТП, относятся к ней с определенной долей опаски. Известно, потому что я хожу, приобретаю страховой полис, и сотрудники страховых компаний об этом оповещают. Рассказывают, насколько это очень выгодно, скажем так, это экономит время водителей, потому что все знают, что при ДТП, вызывая ГАИ, это время занимает, а здесь можно оформить до 800 долларов. Ну, абсолютно ничего. Не слышали даже? Нет, ничего не слышала. Что так можно ДТП оформить, да, не слышали? Ну, я вообще добросовестный водитель, я стараюсь не попадать в такие ситуации, всегда на чеку, как говорится, всегда соблюдаю правила дорожного движения, поэтому как бы не хотелось вообще в принципе сталкиваться с такими ситуациями на дороге. Но спасибо за информацию, что проинформировали, ну, надо быть подкованным в этом случае. Боятся, наверное, что при оформлении бумаг, чтобы что-нибудь неправильно, чтобы потом просто компенсацию не получить от страхового агентства. Вот и все. Я не думаю, если госавтоинспекцию вызвать, то тогда все будет стабильно 100%. Тем не менее, такая форма оформления ДТП существует уже довольно давно и существенно экономит время и нервы. При возмещении ущерба клиент производится с учетом износа. Конечно, если данный клиент поедет в дорогой сервис, ему, понятно, для восстановления ущерба не хватит денег. Но при возмещении ущерба он может обратиться в сервис, где для предоставления определенных документов и предоставления бывшим деталям ему могут возместить автомобиль в полном размере. Главное, как говорят сотрудники ГАЕ, прийти к взаимопониманию двух сторон при аварии и правильно оформить сам Европротокол. Спецоперацию по изобличению лиц, причастных к незаконным оборотам марихуаны, провели оперативники наркоконтроля ОВД Брестской области и Держинского РОВД. В автомобиле, на котором передвигались двое минчан, 28 и 30 лет сотрудники нашли полиэтиленовые пакеты с высушенной коноплей. Общий вес изъятого зелья составил 3,7 килограмма. Мужчин задержали. Выяснилось, что младший из них уроженец Пружан. Именно там у 39-летнего местного жителя и был приобретен запрещенный товар для последующей реализации в Минске. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. В Брестском районе сотрудники ОВД Пасковского РОВД изъяли крупную партию контрафактной алкогольной продукции. В поле зрения оперативника попал 50-летний мужчина, который незаконно продавал горячительную жидкость. Гражданин работал по предзаказу. Клиенты самостоятельно забирали покупки из его дома. В итоге у нелегального предпринимателя оперативники обнаружили и изъяли 200 литров крепкого алкоголя различных торговых марок. Общая стоимость товара составила 3900 рублей. В отношении мужчины составлен административный протокол за хранение и торговлю заведомо фальсифицированных алкогольных напитков. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 200 базовых величин. Когда собственные думы уже давно не крепость, а когда-то любящий человек изо дня в день причиняет боль, моральную и физическую, а синяки на душе и вовсе не проходят, менять что-то кардинальным образом необходимо. Вот только как, если ситуация под контролем домашнего тирана, который выдвигает угрозы и ультиматумы. Чаще всего его агрессию подкрепляют излишняя доза алкоголя. Именно так случилось в жизни нашей героини, молодой мамы и супруги. В какой-то момент мой муж начал ревновать меня. Но ревность была абсолютно беспочвенной. Убедить его в этом я не могла. Тогда он начал распускать руки. По пьяни мог ударить меня по лицу. Под утро супруг с трудом мог поверить, что гематома – результат его рукоприкладства. Дали раскаяние и привычная семейная жизнь до следующих всплесков агрессии. Спустя три года женщина оказалась в резисной комнате. Терпеть скандалы и побои в отношении себя и маленького ребенка стало невозможно. Сильной женской вере в лучшее пришел конец. Стыд за несостоявшуюся семейную жизнь перевесило желание навсегда разорвать замкнутый круг. Временное убежище – место, где домашний тиран не потревожит жертву. На этой кухне похозяйничала не одна женщина. В среднем за год здесь вынуждены находить пристанище порядка 30 жертв насилия. Сама виновата спровоцировала, бьет – значит, любит. От всех этих штампов здесь помогают избавиться навсегда психологи. Наша задача непосредственно заключается в том, чтобы оказать необходимую поддержку, помочь этой категории людей, помочь выбраться из этой ситуации, как разошить ее, так и психологически решить для себя этот вопрос. То есть, чтобы минимизировать последствия психологической травмы, нанесенной агрессором. Жительницами кризисной комнаты становились женщины разного возраста. Тиранами в семье оказывались не только супруги, но и сыновья. В последнее время у нас прожила женщина, которой 60 лет. У нее был конфликт в семье с сыном. И самое главное – это информационное согласие. Что включается в информационное согласие? Это то, что мы обязаны сразу же, если к нам обратилась жертва домашнего насилия, информировать об этом отдел внутренних дел Московского района и управление образованием. Телесная травма, синяки и раны – это не проявление любви. И когда жертва насилия осознает эту истину, перед ней обязательно откроются новые двери. Дорогие телезрители, мы возвращаемся в студию «Утреннего эспрессо». Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и пришло время напомнить вам о нашем розыгрыше. Присылайте, пожалуйста, ваши фотографии на наш студийный вабер 821-5555 на тему «Зимнее фото ваших питомцев». Готовы поделиться первыми фотографиями, которые пришли на наш номер вабер. Очень забавное, неспасибо большое за вашу активность, друзья. Прямо сейчас фотографию от Ирины, нашей постоянной телезрительницы. «Доброе зимнее утро! Наша Маруся вышла на прогулку», пишет Ирина. Вот такой любопытный снимок. Здорово, что у вас получилось его сделать. Следующее фото пришли от Светланы, наши любимцы во главе с барашком Шоном. И еще одна фотография от этого же автора, а это наш Джим. Спасибо большое, друзья, за то, что вы активны. Действительно, фото питомцев, особенно когда они как-то необычно реагируют на зимние погодные условия, вызывают улыбки. И, кстати, к концу нашего выпуска мы обязательно покажем целую подборку видео, которые уж точно зарядят вас позитивом. Помните, что вы можете выиграть подарок, отправляя нам фотографии. Какой именно подарок вы можете выиграть, узнаете прямо сейчас. Это именно пригласительный билет на две персоны на концерт «Классика вам на здоровье». Пройдет он 19 февраля в 18.30 в гостиной «Филармонии». На концерте вы узнаете интересные факты о воздействии музыки на здоровье, образ жизни и мышления, а также на эмоциональное состояние и настроение. Друзья, не упустите свой шанс, выиграете билет прямо сегодня и сейчас. Помните, что мы разыгрываем подарки на протяжении всей недели, каждое утро буднего дня, программа «Утринец пресса». Не только разыгрывает подарки, но и, конечно же, делится полезной и важной информацией. Не забывайте то, что сейчас, несмотря на то, что мы уже немножко успокоились, что ли, но, тем не менее, вторая волна коронавирусной инфекции, к сожалению, еще наблюдается во всем мире и стоит помнить об элементарных правилах поведения и безопасности личной в этот период. Пожалуйста, надевайте маски, защитные маски, защитные перчатки, а также держите дистанцию полтора-два метра в общественных местах. Не обнимайтесь и не целуйтесь с незнакомыми людьми, если они вас об этом не просят. Не стоит забывать о том, что обязательно нужно использовать антисептики, друзья. И, конечно же, принцип социального дистанцирования, он подразумевает не только социальную дистанцию в общественных местах, но и сокращение всех контактов, большого количества контактов, которые у вас есть. Опять-таки напоминаем то, что мыть руки нужно тщательно, смыло на протяжении не менее 20 секунд. И делать это нужно обязательно, регулярно. Берегите себя и своих близких. Особенно будьте внимательны, если кто-то рядом находится в состоянии болезни, чихает, кашляет. От таких людей нужно держаться подальше. Конечно же, рекомендовать им обратиться к специалистам, друзья. Да, дорогие телезрители, будьте, пожалуйста, ответственными. Ответственными к себе и ответственными к окружающим. Таким образом вы сможете предотвратить распространение инфекций. Прямо сейчас мы продолжаем наш эфир, предлагаем узнать, о чем пишут газеты «Региона». Скоро вернемся в студию. На днях свое 75-летие отметил актер Брестского академического театра драмы Николай Маршин. Он служит сцене уже 50 лет, 30 из которых прошли в стенах Брестского драматического театра. Два десятилетия посвятил театрам России и Молдовы. В его актерской копилке 150 ролей, 13 из них в кинофильмах. В настоящее время актер занят в семи спектаклях. Встреча с корреспондентом Брестского вестника прошла в гримерке юбиляра. В стенах детской городской библиотеки состоялось знакомство со столичной писательницей Надеей Есминской. Юных читателей ожидали мастер-класс по приготовлению волшебного зелья. И, конечно же, встреча с новой книгой «Косматое сердце». Познакомиться с белорусской писательницей смогут и читатели Брестского вестника. Для Международного благотворительного общественного объединения «София» оказание гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается – дело привычное. За более чем 20 лет своего существования организацией реализован не один проект, направленный на оказание помощи пожилым, малоимущим людям, инвалидам и другим уязвимым категориям населения. Не обошла стороной «София» и «Прибужье». Кому протянули руку помощи, вы узнаете из очередного номера «Зари над Бугом». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы утреннего эспрессо. Более 1700 несанкционированных свалок выявили в Брестской области в прошлом году. Сейчас, в зимний период, когда снег покрывает значительную территорию населенных пунктов и пригородных зон, мы можем даже не догадываться о том, что под ними скрывается. Но уже с приходом оттепели и весны проблемы, как говорится, выплывет наружу. Несанкционированные свалки отправилась искать наш корреспондент Вероника Яковец. Узнаем, что из этого получилось. Копай, не копай, но это как искать иголку среди сена. Пожалуй, пляж на набережной – это одно из наиболее любимых мест отдыха у Брещан. Но иногда после этого здесь остаются, к примеру, пластиковые бутылки или прочие бытовые отходы. Для того, чтобы убедиться в их наличии или отсутствии на данный момент, нам пришлось бы вручную убрать снег со всего пляжа. Но природа это сделает гораздо лучше нас. Под снежной шапкой территория пляжа практически идеальна. Да и летом здесь тоже красиво. Горожане любят этот уголок Бреста. Правда, далеко не всегда после своего отдыха покидают чистую его территорию. Брестская студентка Яна Романко это подтверждает. Летом вместе с друзьями они проводили здесь экологическую акцию. Мы купили по 50 литров мусорные мешки и выносили их тремя рейдами. Было очень много мешков. Особенно в воде очень много мусора, бутылок. Когда мы убирали, мы встретили компанию, которая последовала нашему примеру и выпросила мусор не в воду, а в наши мешки. К тому, что после схода снежного покрова могут открыться неприятные сюрпризы в виде несанкционированных свалок бытовых отходов, коммунальные службы готовы. В Бресте так называемых больных точек порядка пяти. Преимущественно на городских пустырях и в лесопарковой зоне. В основном обнаруживаются строительные отходы. Это буквально самосвалами привозят. Это бой кирпича, обои, остатки ДВП, ПВХ. И это еще нам приходится сортировать для того, чтобы правильно это все потом утилизировать и захоронить. Для борьбы с несанкционированными свалками городские коммунальные службы устанавливают фотоловушки, по которым можно выявить нарушителя. Таким же образом действуют и сотрудники лесного хозяйства. Говорят, что чаще всего в лесу бытовые отходы выбрасывают вблизи садовых товариществ или деревень. И опять-таки преимущественно это строительный мусор. Фотоловушка оснащена инфокрасным датчиком движения, самой камерой и инфокрасным вспышкой. При движении фотоловушка начинает либо снимать, делать фотографию, либо же записывать видео. В процессе, когда она записывает, либо сняла фотографию, либо видеозапись, отправляется лесничему на телефон и фотография также отправляется на электронную почту в лесхоз. Выявляем личность, выявляем машину, если была зафиксирована. Ну и уже в ходе этого действуем согласно обеспечивному кодексу. Кстати, героями фотоловушек становятся не только нарушители экологического порядка. В объектив попал и единственный медведь, живущий в Беловежской пуще. Для того, чтобы таких позитивных кадров было все-таки больше, а лес и город оставались чистыми и комфортными, необходимо правильно обращаться с отходами. И не создавать несанкционированные свалки. Долго ли еще будет снежный покров на территории области? Узнаем буквально через считанные дни, потому что прогнозируют нам все-таки повышение температуры, друзья. Ну а какой погода будет прямо сегодня в отдельных уголках Брестской области, узнаем из прогноза синоптиков. Субтитры подогнал «Симон» Не для кого не секрет, дорогие телезрители, что смех помогает отвлечься от проблем. И все дело в эндорфине, гармонии радости, которая высвобождает смех. Он избавляет нас от грусти и раздражения. Кроме того, многочисленные исследования показали, что смех помогает иммунной системе. Он способствует выработке антител, защищающих нас от вирусов и бактерий, а также увеличивает количество лейкоцитов, которые борются с воспалениями и даже онкологическими заболеваниями. Японские ученые недавно доказали, что смех справляется с приступами аллергии не хуже самых сильнодействующих препаратов. В ходе эксперимента 30 женщинам сделали инъекцию аллергена, после чего одним из них показывали кинокомедии, а другим рассказывали о катастрофах. У тех, кто смотрел кино, аллергические проявления уменьшились, а те, кто сопереживал трагедиям, начали чесаться еще сильнее. А вот исследователи из университета Мэрилэнда обнаружили, что просмотр комедии вызывает расширение кровеносных сосудов на 22%. Из этого можно сделать вывод, что смех увеличивает кровоток. То есть, когда мы смеемся в кино, у нас понижается кровяное давление. Поэтому, по крайней мере, 15 минут надрывного смеха за просмотром любимой кинокомедии защищает наше сердце. Очень важная информация. Улыбайтесь и, конечно же, смейтесь на здоровье. И обязательно повышайте настроение своим близким и друзьям. Мы же напоминаем, друзья, то, что на календаре 18 февраля четверг. Фаза Луны, первая четверть и Луна растущая, символ для костер. День любви и прощения – это время, которое дается на обретение внутренней гармонии. Лучше провести его наедине с собой. Эмоции берут верх над рассудком. Пробуждается желание преувеличить свои способности. Не следует перенапрягаться, показана соковая диета. Окружите себя только самыми близкими и понимающими людьми. С назойливыми лучше не общаться. Люди, рожденные в этот день лунового цикла, предпочитают скрытые действия открытому бою. Пассивность противопоказана. Не бойтесь потратить много времени на решение какой-либо проблемы. Не реагируйте на провокации. Не стоит кардинально менять свою жизнь в эти сутки. Лучше заняться планированием. Плохой знак – рыба во сне. Доброе утро, любимый Брест. Брест, доброе утро. Любимый Брест, доброе утро. Доброе утро, Брест. Брест, доброе утро. Любимый Брест, просыпайся. Доброе утро, Брестская область. Если вы сейчас завтракаете в нашей компании, приятного аппетита. Очень скоро поделимся очередным оригинальным рецептом. Пока же любопытные и полезные факты. В зимний период особенно ощущается недостаток свежих продуктов и витаминов. Вы восполнить его можно при помощи заграничных фруктов и овощей, стоимость которых, как правило, достаточно высока. Альтернативой покупным свежим продуктам может стать зелень, выращенная своими руками на подоконнике. Технология культивирования зелени в комнатных условиях достаточно проста и доступна каждому хозяину. За счет содержания хлорофила зелень питает наши клетки кислородом, ощелачивает организм. Включая в рацион зелень, мы получаем незаменимые аминокислоты, огромный комплекс витаминов, обогащаем клетки хлорофилом, а также получаем полезную клетчатку. Ну, например, укроп полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, помогает нормализовать сон, укроп имеет успокаивающий эффект. А вот петрушка хорошо укрепляет иммунитет, является природным антисептиком, полезна при недосыпании, поддерживает наш организм, повышает защитные функции. Базилик нормализирует артериальное давление, поднимает его, поэтому особенно полезен тем, у кого оно пониженное. А шпинат среди зелени – лидер по содержанию белка, также источник кальция. Что ж, друзья, берите информацию на вооружение, обязательно вводите зелень в рацион даже сейчас, когда очень холодно, выращивайте ее на своих подоконниках, тем более, что Кирилл Кветко регулярно делится такими советами. А мы продолжим вас удивлять любопытными фактами. Кстати, вот как раз-таки о таком сейчас и будем говорить. В США собаке досталось наследство в 5 миллионов долларов. Да-да, именно так. Покойный владел несколькими объектами недвижимости и получал доход от инвестиций. Жены и детей у него не было. Что ж, счастливым обладателем состояния стал бордер-колли. И, значит, зовут вот этого наследника Лулу. Последние годы за питомцем присматривала подруга хозяина. И, кстати, она говорит, что не знала о том, что у соседа есть такое большое наследство. По словам женщины, она не подозревала об этом, но продолжит ухаживать за питомцем. Согласно завещанию, деньги будут храниться в специальном фонде и использоваться для компенсации расходов на содержание пса. Уж действительно умеют удивлять эти заграничные миллионеры. Но братья наши меньшие им не уступают. Продолжают не только удивлять, но и вызывать улыбку. Продолжение следует... Продолжение следует... Согласитесь, без улыбки невозможно наблюдать за такими видеороликами, друзья. Кстати, у вас остались считанные минуты для того, чтобы успеть принять участие в нашем сегодняшнем розыгрыше. Тоже братьям нашим меньшим посвящена тема дня сегодняшнего. А именно, фото ваших питомцев мы ждем в зимний период. Там здесь непосредственное взаимодействие, ну, например, со снегом. Друзья, присылайте фотографии, выигрывайте отличный подарок. Помните, что уже очень скоро будем подводить итоги. Покажем к другим новостям. Но особенно сложно переживать морозный период пернатым. И именно поэтому сейчас активно ведется подкормка. Сотрудники городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды привозят водоплавающим специальный корм. Поддержать птиц отправились и наши корреспонденты. Около 700 птиц остались на зимовку на незамерозающем участке реки Муховец в областном центре. В сильные морозы, когда им трудно добыть себе корм, на помощь приходят неравнодушные люди. Когда я работал до пенсии, у меня была забота. Ушел на пенсию, взял себе заботу. Вот, этот хлеб подсвел и собираю, и отношу лебедям, уткам. Это моя забота такая. Они знают меня, любят меня. Да, мы рядышком живем, практически каждый день выходим покормить. Что приносит дичьку? Ну, если это водоплавающие, то стараемся что-то такое, крупу отварить какую-то. А если воробьи, синички, то обычный хлеб, какие-то крошки, пшено. Ну, что дома находится, то и берем с собой. И даже с рук берут. И лебеди, и голуби. У меня ребенок в восторге, когда его голуби облепят с ног до головы. Поэтому достаточно ручные птицы, мне кажется, они уже привыкли к тому, что их все кормят. Поэтому, ну, нам за радость, и птицам хорошо. Но творя добро, необходимо помнить и об основных правилах кормления птиц. Чаще всего жители и гости города Бреста приходят сюда на набережную, чтобы откормить птиц, которые стали зимовать вот таким угощением, белым хлебом. Но мало из них кто знает, что такое угощение птицам далеко не полезно. С доступлением холодов помогают птицы специалисты, сотрудники городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они постоянно привозят к реке несколько мешков с зерном. Как ударили холода, вода закрылась льдом, в принципе, начали мы подкармливать птицу. Это уже мы подкармливаем вторую неделю. Если еще первые дни, чтобы мы подкармливали на данной территории возле моста по бульвару космонавтов, по бульвару Шевченко, было в пределах 80 особей лебедей, где-то 300 кряквы, утки, то на данный момент, по предварительному подсчету, где-то 155 лебедей и около 500 особей утки. Зерно любестно предоставляет открытое акционерное общество «Брест Хлебопродукт». Мы всегда участвуем в таких мероприятиях, в помощи животным. Как сейчас, допустим, лебеди – это неотъемлемая часть нашей набережной. Люди ходят на набережную с детьми, гуляют, подкармливают животных. Ну, это неотъемлемая часть нашего Бреста. Поэтому в такую суровую погоду надо помогать. С точки зрения орнитологов, такие ситуации с зимующими птицами не очень типичны и правильны. Они не должны оставаться на зимовку в наших краях. Но, тем не менее, зимуют, и о них нужно позаботиться. Пока фактов гибели птиц не зафиксировано. Если специалисты будут видеть, что им требуется не только подкормка, примут необходимые меры. Возвращаемся в студию прямого эфира. Доброе утро. Еще раз им тем, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем делиться интересными фактами, интересной информацией. Обычное яблоко, если следать по одному плоду каждый день, может оказать просто неоценимую пользу организму. Есть даже такая пословица – кто яблоко в день съедает, у врача не бывает. Яблоки повышают иммунитет, наполняют организм быстрой энергией, улучшают пищеварение. Польза яблок заключается и в том, что их регулярное употребление способствует долголетию и омоложению организма. Яблоки снижают риск возникновения инфарктов и препятствуют развитию диабета, а также болезни Альцгеймера. И даже снижают уровень холестерина в крови. Исследования доказали, что в этом яблоке намного лучше других фруктов. Также этот фрукт богат клетчаткой и способствует быстрому насыщению. И вместе с тем яблоки низкокалорийны, поэтому применяются во многих диетах для похудения. И еще очень большой плюс – то, что они доступны на протяжении всего года, даже когда очень холодно на улице. Далее о полезных растениях будем говорить с Кириллом Кветке. Всем доброе утро! С вами Кирилл Кветка, и сегодня я вам расскажу, как за пять дней вырастить такую шикарную, а самое главное – очень полезную микрозелень. Для этого не нужно больших площадей и специальных условий. Не придется долго ждать урожая и заботиться о его хранении. Достаточно выделить немного места на подоконнике, купить семена и найти емкость с подходящим субстратом. Именно у меня в руках крес-салат. По вкусу напоминает что-то среднее между горчицей и редькой. Но помимо его я еще выращивал и амарант. Даже сам не представлял, что такой цветочек красивенный, который, уверен, многие знают, можно выращивать как микрозелень для получения многих полезных веществ. Это редиска по вкусу в точь-точь как клубни, только нужно употреблять именно верхнюю часть. А это у нас руккола. Микрогрин можно вырастить в обычном грунте. Да что там, подойдет даже ткань, бумага или вата. Идеальный вариант – льняные коврики. Конечно, да, лучше использовать специальные сорта для этого. Но если не можете найти, обычные для выращивания в случае редиски корнеплодов тоже подойдут. Самое главное – не допускать перерастания нашей рассады. В сроке 5-7 дней нужно ее срезать и кушать. Перед посевом коврик необходимо замочить. Главное преимущество материала – он долго удерживает влагу. И теперь поверхностно, равномерно мы рассыпаем семена. Именно у меня первые корешочки уже появились буквально на второй день. Тепло, влажность и свет – вот, пожалуй, все, что потребуется для микроогорода. Переросшие зеленые витамины можно высаживать в открытый грунт или теплицу. В конечном итоге у нас получается эко-продукция, потому что мы не используем никаких удобрений. В микро-зелень можно добавлять салаты и бутерброды, а еще хорошо сочетается с рыбой и мясом. Кириллу Кветко, друзья, вы можете задать свои вопросы. Если что-то вас интересует, отправляйте их на наш номер в Вайбере 821-5555 с пометкой в рубрику «Советы от Кветки». Мы обязательно сделаем материал на эту тему. Прямо сейчас хочется сказать спасибо всем тем, кто активно принимал участие в нашем сегодняшнем розыгрыше и обсуждении темы дня. Спасибо за ваши позитивные фотографии. Но более фотографий мы не принимаем на день сегодняшний и очень скоро будем подводить итоги. Да, очень скоро, дорогие телезрители, мы будем подводить итоги. А хотелось бы напомнить вам, какой же, собственно, подарок мы будем разыгрывать. Подарком является пригласительный билет на две персоны на концерт «Классика вам на здоровье». Пройдет он 19 февраля в 18.30 в гостиной филармонии. На концерте вы узнаете интересные факты о воздействии музыки на здоровье, также образ жизни и мышления, на эмоциональное состояние и настроение. Почувствовать благотворное гармонизирующее влияние звуков поможет специально составленная из произведений классической музыки программа под названием «Классика вам на здоровье». Для вас прозвучат произведения Баха, Бетховена, Штрауса и других композиторов в исполнении камерного оркестра. Концерт состоится 19 февраля в 18.30. Ну а прямо сейчас небольшой вклад в ваше физическое состояние и здоровье в целом можно сделать не отходя от экранов телевизоров. Присоединяйтесь к нашему фитнес-инструктору. Доброе утро! Вы готовы сегодня поработать с балансом? Надеюсь, что да. Итак, мы начинаем. Посмотрите внимательно на положение ног. Одна нога у вас смотрит носочком вперед, другая носочком в сторону. Та нога, которая будет смотреть носочком вперед, будет опорная. Вытягиваемся одной рукой вниз, другой вверх. И скользим по ноге. Таз немного смещается в сторону. Возвращаемся. И опускаемся в наклон. Вот здесь вам. И пригодится ваше равновесие и баланс. Проверка баланса. Один. Угу. Наклон. Два. Не спешите. Три. Четыре. Стоим. Вытягиваем обе ручки вперед. Тянемся ногой назад и держим баланс. Есть. Очень хорошо. Поднимаемся. Вверх. Попробуем с другой ноги. Носок в сторону. Носок вперед. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. И последний повтор. Стоим. Вытягиваемся руками вперед. Ногой назад. Спинка прямая. Получилось? Очень хорошо. Поднимаемся. Прекрасно. Сейчас мы сделаем еще одно упражнение на баланс. Смотрите внимательно. Мы стоим, вытягиваем руки. Или даже попробуйте продеть, как будто бы руки в перчатке. Опора на одну ногу. Вторую выпрямляем. И вытягиваем ногу вперед. Возвращаем. Здесь очень хорошо работает ваша опорная нога. И прекрасная нагрузка ощущается для квадрицепса бедра. Еще четыре. Три. Два. Один. Отводим ногу в сторону. И пробуем сделать то же самое. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Держите баланс. Четыре. Три. Два. Один. Нога в сторону. Возвращаем. Успокойте свое дыхание. Выдох. И проделаем то же самое для другой ноги. Вытягиваемся. Поднимаем колено. Держим баланс. Работаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Нога в сторону. И продолжаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Возвращаем колено. И опускаем ногу. Вдох. Выдох. Хорошего вам дня и душевного равновесия. Сегодня 18 февраля. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1898 году родился Энсо Феррари, итальянский конструктор, создатель одноименной марки автомобилей. Он соединил четыре составляющие – красоту спортивной машины, характеристики и адреналин Формулы-1, роскошь Роллс-Ройса и недосягаемость в цене. В 1895-м родился Семен Тимошенко, маршал Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны Тимошенко был председателем Ставки главного командования, командующим войсками фронтов. После войны активно участвовал в работе по изучению и обобщению опыта Второй мировой. В 1911-м впервые была осуществлена доставка почты самолетом. Первый такой официальный рейс состоялся в Индии из Аллахабада до Найни, во время которого Анри Пике перевез 6,5 тысяч писем и 250 специальных открыток на расстоянии 13 километров. 18 февраля 1930 года американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон. Ее имя в ходе конкурса первой предложила 11-летняя Венеция Берни из Оксфорда. 24 августа 2006 года астрономы лишили Плутон статуса планеты Солнечной системы. Теперь он карликовая планета. В этот день в 1960-м биатлон вернулся на Олимпиаду. Его прародителем считаются соревнования военных патрулей. В программу игр их включили в 1924 году. Но после Второй мировой войны из-за усиления пацифистских настроений биатлон был исключен из олимпийских дисциплин на долгие годы. Дорогие телезрители, мы возвращаемся в нашу студию «Утреннего эспрессо». И пришло время подведения итогов. Что ж, хотелось бы для начала сказать большое спасибо всем тем, кто принимал участие в сегодняшнем розыгрыше. Ждали мы от вас фотографии ваших питомцев зимний период. Благодарим за активное участие. А так, прямо сейчас на экранах мы можем увидеть фотографии победителя. Ирина, благодарим вас. Номер заканчивается на цифре 123. И на фото любимица семьи Маруся на прогулке. Спасибо большое. Позитивные фото, которые дают вам возможность выиграть наш подарок. Да, пригласительный билет на две персоны на концерт «Классика вам на здоровье». Пройдет он 19 февраля в 18.30 в гостиной филармонии. Не расстраивайтесь, если у вас не получилось сегодня выиграть подарок. Потому что завтра можете принимать участие в очередном розыгрыше и, соответственно, розыгрыше подарка. Мы объявляем тему дня, каждое утро буднего дня. И, собственно, вы, насколько активны вы будете, столько у вас получится шансов на то, чтобы выиграть этот самый подарок. Да, а далее мы узнаем, какая же погода нас ожидает сегодня. Не переключайтесь. Гро-при-на-син. Гро-при-на-син. При ослабленном иммунитете и частых инфекциях. Гро-при-на-син поддерживает иммунную систему в борьбе с вирусами. Гро-при-на-син. Для поддержки иммунитета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Овнам гороскоп советуют побороть в себе раздражительность. Если боитесь выглядеть нелепо в какой-то ситуации, лучше заранее продумайте свои действия. Тельцам нужно покопаться в себе, чтобы выяснить причину частых ссор с родными. К счастью, на работе неурядиц будет меньше, чем радости и успехов. Близнецам никто не помешает реализовать задуманное. Успеете сделать даже то, что мало интересовало. Вечером состоится малоприятная встреча с кем-то из прошлого. Раков с головой накроет одиночество. Отвлечься поможет встреча с друзьями. День завершится приятным событием. Львам следует спокойно реагировать на происходящие события и постараться извлечь урок. Не принимайте все так близко к сердцу. Никаких нервов не хватит. Девам предстоит реализовать крупный проект, после которого карьера резко пойдет в гору. Звезды не советуют жить надеждами, а сегодня и сейчас творить свою судьбу. Весы могут слегка запутаться в событиях этого суматошного дня. Постарайтесь скрыть неуверенность в собственных силах. Скорпионам нужно заниматься лишь теми делами, которые нельзя перенести на потом. Сегодня самое главное – сохранить эмоциональный баланс. Стрельцам будет сложно понять свои поступки, мечты и желания. Разобраться помогут, вероятнее всего, коллеги, но лишь ближе к вечеру. Козерогам следует упростить список первостепенных задач и избегать самовлюбленных людей. Есть смысл почаще прислушиваться к своей интуиции. Водолеям нельзя позволять, чтобы кто-то управлял их мыслями и поведением. Если начнется спор или конфликт, лучше занять позицию наблюдателя. У рыб может появиться новая цель. Гороскоп советует полагаться не только на волю счастливого случая, но и на свое трудолюбие. Время летит неумолимо на сегодняшний день. Наша программа завершается, но мы с вами каждое утро буднего дня, друзья. Дорогие телезрители, сегодня с вами были в студии Никита Донсков и Екатерина Нечипрук. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова